Вы смотрите программу губернии. Вот главная тема выпуска. Премия о популяционной жалобе Сергея Хальзова прошли в областном суде. Бывший завхоз политеха оспаривает три года колонии общего режима. Что думает мама погибшей студентки? Расскажем. Очереди, пробки. Если с общественным транспортом все понятно, ивановцам приходится ждать его буквально минут 20, то владельцам личных автомобилей приходится не сладко. Уже целый караван автомобилей выстрелился за моей спиной. И главный вопрос. Можно ли приходить на кладбище до Радоницы, чтобы помянуть усопших? Обо всем по порядку расскажем в выпуске. Не пропустите. Стать психиатром в 25 лет и пойти на работу в психоневрологический диспансер. Мы расскажем про молодого специалиста Екатерину, которая работает с разными видами психических расстройств и пытается разрушить недоверие общества к своей профессии. Ужесточить лицензионные требования и ввести коллективную ответственность. Такие предложения звучали на встрече по поводу качества оказания услуг ЖКХ в регионе. Власти и общественность сошлись во мнении, что нынешние меры воздействия на управляющие компании неэффективны. А также не пропустите. Служебный подлог и воспрепятствование предпринимательской деятельности осудили бывшего юревецкого главу. С интервалом в 20 минут сгорели два автомобиля. Один полыхнул на пороге ГИБДД. Скалолаз или промышленный альпинист. Что сподвигло Вичужанина несколько часов просидеть на спутниковой тарелке. Об этом и не только совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Ивановская мэрия приняла решение о прекращении отопительного сезона в городе. Во вторник, 25 апреля подписан соответствующий документ. Все необходимые мероприятия обсудили с ресурсоснабжающими организациями. Отключение тепла будут проводить поэтапно в течение недели. Изначально планировалось завершить отопительный сезон 10 мая. Учитывая количество обращений жителей нашего города, учитывая прогноз погоды и то, что у нас по всем нормативам температура уже установилась достаточно теплая, именно это решение было принято как наиболее целесообразное, в том числе и по экономии тепловой энергии и, соответственно, оплаты за нее. Премия по апелляционной жалобе Сергея Хализова прошли в областном суде. Бывший завхоз Политеха оспаривает три года колонии общего режима. Напомним, на скамье подсудимых он оказался после того, как под кирпичами упавшими со здания на улице 8 марта в Иванове погибла студентка Настя Нажимова. Что думает мама девушки, расскажем прямо сейчас. 31 марта 2021 года 20-летняя Настя Нажимова шла мимо здания на улице 8 марта в Иванове. Считанные секунды и девушка оказалась под обломками 500 килограммов кирпичей, упавших с крыши. От полученных травм она погибла на месте. На скамье подсудимых оказались не ректор Политехнического университета Евгений Румянцев и не проректор Елена Никифорова, а один завхоз Сергей Хализов. 7 ноября прошлого года его приговорили к трем годам колонии общего режима. Почти полгода прошло с тех пор, как суд вынес решение в отношении Сергея Хализова. Бывшего завхоза Политеха обвинили по статье «Халатность». Однако приговор пока в законную силу не вступил. Осужденный не в колонии, а под подпиской о невыезде. Осужденный и его защитник просят приговор отменить и вынести оправдательный. Полагают, что вина Сергея Хализова не доказана, так как должностными инструкциями на завхоза Политеха не были возложены обязанности по технадзору за зданием, с которого на Настю Нажимову упали кирпичи. Обвинение считает, что это не так. Материалами дела, которые были исследованы судья первой инстанции, протоколами осмотра места происшествия, показаниями потерпевших свидетелей, данные доводы опровергаются и, соответственно, на Хализова была возложена обязанность за осуществлением технического состояния здания. Обвинение также полагает, что выводы Октябрьского суда законны и обоснованы. Вина Хализова по статье «Халатность» нашла свое подтверждение, а приговор следует оставить без изменений. Такой же позиции придерживается представитель Политехнического университета и потерпевшая мама погибшей студентки и ее сестра. Считаю ставящийся приговор законным, обоснованным, справедливым и прошу оставить его без изменений. Я считаю, что Сергей Львович виновен и считаю, что суд вынес справедливые наказания. Прошу все оставить без изменений. Бывший завхоз Политеха Сергей Хализов на следующем судебном заседании выступит с последним словом. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Во вторник был вынесен приговор бывшему главе Юревецкого района Юрию Тимошенко. Он обвинялся в служебном подлоге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Суд установил, что в 2019 году Тимошенко внес ложные сведения в акты о приемке выполненных работ при благоустройстве исторического центра Юревца. Согласно документам, подрядчик свои контрактные обязательства выполнил в срок и претензий к нему нет. Однако к моменту подписания не все работы были проведены. Кроме того, бывшего главу признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности перевозчику. Тимошенко не выдал ему свидетельства и карты маршрута регулярных пассажирских перевозок на территории Юревца. Суд признал экс-главу виновным, однако освободил от наказания за истечением срока давности. Преступление относится к категории небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности по ним – два года. По словам адвоката бывшего главы, они намерены обжаловать это судебное решение, поскольку Юрий Тимошенко не считает себя виновным и настаивает на оправдательном приговоре. Ивановцы активно выбирают территории, которые, на их взгляд, необходимо благоустроить в следующем году. В голосовании участвуют 27 муниципалитетов. На сайте «Комфортная городская среда» уже оставили около 30 тысяч голосов. В Иванове в список претендентов попали пять адресов. На каждом общественном пространстве заложен стандартный набор работ. Планируется озеленение, установка уличного освещения и размещение малых архитектурных форм. Пока в лидерах – бульвар на улице Красных Зори от Мархлевского до Ленинградской. Здесь предлагается обустройство велодорожек и установка камер видеонаблюдения. Территория набрала более тысячи голосов. На втором месте – левый берег реки Талка вдоль территории мемориала. Здесь хотят создать организованное пешеходное пространство. На утро вторника было около тысячи голосов. На третьем месте – площадь примирения на 11-м проезде. Здесь, кроме всего прочего, хотят установить скамейки 514 голосов. На четвертом месте – сквер «Семейный» или «Березовая роща» около доме 5 в микрорайоне ДСК. Предполагается создание организованного пешеходного пространства. Пока всего лишь 358 голосов. И на последнем месте – сквер «Молодежный» на проспекте Ленина у Центра культуры и отдыха. Здесь лавочки и аллеи уже есть. За него проголосовал 351 Ивановец. Выбирать пространство, которое благоустроят в следующем году, будут до 31 мая. Напомним, в этом году в городе преобразится еще один участок набережной реки Уводь. От Самойловского моста до моста энергетиков. Там установят спортплощадки, уличную мебель и качели, а также посадят экзотические деревья и кустарники. Стали известны подробности смертельной аварии, в которой «Лада» столкнулась с комбинированной дорожной машиной. ДТП произошло в понедельник ночью на Большой Воробьевской улице в Иванове. В ней погиб водитель легкового автомобиля. Серьезно пострадали трое его пассажиров. На этих кадрах запечатлен момент аварии. На дороге на месте ямочного ремонта установлен ограждение. Ваз двигался прямо на него. Водитель увидел препятствие в самый последний момент. И, пытаясь уйти от столкновения, резко повернул руль вправо. Машина выскочила на встречную полосу прямо под колеса КАМАЗа. Мужчина, находившийся за рулем «Лады», погиб мгновенно. Трех пассажирок доставили в больницу с различными травмами. Как повлиять на недобросовестные управляющие компании, обсуждали во вторник представители власти, надзорных органов и городских ТОСов. Нынешние механизмы воздействия неэффективны. Проверки ограничены, лицензии лишить сложно. Все предложения будут оформлены в законодательную инициативу, которую предложат федеральным чиновникам. А что это за идеи, расскажет Татьяна Прокопенко. Инициатор встречи – областная общественная палата. Говорят о снижении качества жилищных услуг в последнее время, о росте обращений. Слова общественников подтверждает статистика жилищной инспекции. Первый квартал 2023 года почти на 500 обращений было больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за апрель еще почти на 1000 обращений больше. Жалоб больше о возможности привлечь коммунальную организацию к ответственности, наоборот, меньше. Последние годы контрольно-надзорные органы законодательно ограничены в проведении проверок предпринимателей. При отсутствии прямой угрозы жизни и здоровью граждан та же госжилинспекция может только выдавать коммунальщикам рекомендации. Даже проверить исполнение не в ее силах. Разве что жители вновь пожалуются, что ничего не меняется. Лишить компанию лицензии на работу еще сложнее. Суды ни разу не поддержали такие иски. Были собраны документы, поданные. Судья посчитал, что слишком жесткая мера, а что жители будут дальше делать. То есть на сегодня вот этот вид деятельности через лицензирование, мое личное мнение, что он неэффективен. Зам. предправительство предложил ужесточить лицензионные требования к управляющим компаниям. А еще лучше объединить их в саморегулируемую организацию. Как это сделано в строительной отрасли? Надо, я считаю, управляющие компании выводить в саморегулируемую организацию, а государство будет контролировать их через вскрытие так называемой кубышки страховых взносов. И тогда внутри саморегулируемой организации можно решать все вопросы будет. Поскольку ответственность станет коллективной и расплачиваться за ошибки придется из общего кошелька, то воспитанием нерадивых коммунальщиков вынуждено займутся коллеги. Еще одно предложение – исключить из законодательства такое понятие, как непосредственное управление домом. В городе около 500 домов без управляющих компаний. Жители не всегда справляются. Но за них вступился зампред областной думы. Да, с точки зрения организаторов процесса, конечно, нам это не нравится, потому что теряется какая-то ответственность, теряется контроль. Но с другой стороны, давайте подумаем, почему они уходят на непосредственное управление. Они уходят, потому что не верят той системе, которая должна, казалось бы, работать на них. Правда, председатель одного из ТОСов озвучила другую причину. На непосредственном управлении, как правило, старые предаварийные двухэтажки от них просто отказались. Они же пострадали и при изменении программы капремонта, их исключили. Надо менять действующее законодательство в сфере ЖКХ, в нем много пробелов. Общий вывод участников встречи. Все перспективные идеи обсудят еще с законодателями других регионов и подготовят предложения федеральным коллегам. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Водоканал восстановит благоустройство участков, на которых зимой проводились аварийные работы. Во время холодного сезона они были зарыты и подсыпаны щебнем. Сейчас рабочие укладывают асфальт, а там, где необходимо, обустраивают газоны. Это один из участков. Он расположен на улице Багаева между библиотекой имени Горелина и магазином. В декабре здесь произошел прорыв трубы. Аварию устранили, яму зарыли до весны. Во вторник рабочие восстанавливали асфальтовое покрытие. А это футбольная улица. Здесь зимой произошло обрушение колодца. Ремонт сопровождался земляными работами. Сейчас благоустройство завершено частично. На месте колодца восстановлен асфальт. В ближайшее время коммунальщики собираются положить плодородный грунт и обустроить газон. В первую очередь мы стараемся восстановить этот центр города, привести в порядок. Естественно, потом уже по дворовым. Адресов сейчас на данный момент по зимним раскопкам, это порядка 79 адресов. И свежих, то, что уже работа сейчас производится, порядка 14 адресов. Прямо сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Очереди, пробки. Если с общественным транспортом все понятно, ивановцам приходится ждать его буквально минут 20, то владельцам личных автомобилей приходится не сладко. Уже целый караван автомобилей выстрелился за моей спиной. И главный вопрос, можно ли приходить на кладбище до Радоницы, чтобы помянуть усопших. Обо всем по порядку расскажем в выпуске, не пропустите. Стать психиатром в 25 лет и пойти на работу в психоневрологический диспансер. Мы расскажем про молодого специалиста Екатерину, которая работает с разными видами психических расстройств и пытается разрушить недоверие общества к своей профессии. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем. Два автомобиля сгорели с интервалом в 20 минут. Во вторник утром в нашу редакцию пришло сообщение. На улице Гнедина у областного ГИБДД загорелся «Вальсваген Пассат». По словам очевидцев, сначала был слышен хлопок, затем из-под капота машины пошел густой дым, в этот момент в салоне находился мужчина. Он успел выбраться из нее до того, как появился открытый огонь. Сначала очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно, но ничего не получалось. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. Они оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Позже стало известно, что владелец авто именно в этот день купил его и приехал ставить на учет. Машина загорелась, когда мужчина заводил двигатель. Меньше чем через 20 минут спасателям поступило новое сообщение. На этот раз из Кохмы с Ивановской улицы. У машины горела обшивка моторного отсека. Спасатели разбили окно и открыли капот изнутри, тем самым минимизировав повреждения авто. Пожар удалось остановить на площади 1 квадратного метра. Традиционный ажиотаж разыгрался вокруг общественного транспорта и городских кладбищ. 25 апреля у православных Радоница. Большинство отправились к местам захоронений, чтобы помянуть усопших. Как это было, расскажет Денис Воробьев. 5 часов утра. Первые автомобили паркуются на городских кладбищах. Как правило, это ивановцы, которые спешат на работу. Пик активности начинается с 9 часов, когда толпы горожан выстраиваются в очередь около автобусных остановок. Мы находимся на площади Победы. Это всего лишь одна из точек общественного транспорта, которые сегодня на Радоницу отправляются на кладбище. Желающих ивановцев сегодня очень много. Буквально десятки людей сейчас стоят в очереди. Ну а маршрутки курсируют буквально каждые 15-20 минут. Особых жалоб или нареканий пока нет. В том числе здесь работают сотрудники правоохранительных органов, которые все это дело контролируют и помогают пожилым людям в случае необходимости. Небольшой забор и пропуск по одному человеку. Опоздать здесь не получится. Маршрутка ли автобус не тронутся, пока не наберут полный салон пассажиров. Здесь хорошо, да. То есть организовано все? Да, только по карте, по обычной карте, почему-то не пробивая билет. Просто другое маршрутка. Раньше было очень плохо, не могли добраться, тяжело было. А сейчас все доступно, все очень удобно. И по времени все всех устраивает. Нет, нет, спокойно подходим, транспорт подъезжает и садишься и едешь. И обратно точно так же. Сравнивая, как раньше было, что вот очередь огромная и очередь автобусов. Ну, может действительно, но еще рано, конечно. Многие попозже едут. Все-таки ночь холодная еще. По особому графику общественный транспорт работает на Пасху, Радоницу и 9 мая. Всего в этом году было организовано три точки, откуда можно было выехать на кладбище. На Ново-Талец исследовал автобус от площади Победы, в местечке Балино от площади Пушкина и в Богородское с улицы Карла Маркса. Поскольку на народу было очень много, соответственно, мы старались отреагировать. И, соответственно, был выставлен дополнительный транспорт для того, чтобы граждане могли успешно доехать до кладбища, не стоять, не ждать часами. Чтобы не нагружать городские дороги, в мэрии решили временно ограничить движение транспорта. Это улицы Карла Маркса, Багаева и Солнечная. Однако неприятный сюрприз в виде километровой пробки ждал ивановцев при въезде на кладбище. Если с общественным транспортом все понятно, ивановцам приходится ждать его буквально минут 20, то от владельцам личных автомобилей приходится не сладко. Уже целый караван автомобилей выстрелился за моей спиной, и чтобы занять свое парковочное место, приходится ждать от 40 и даже более минут на месте работают сотрудники ГИБДД. Дошло до того, что движение пришлось полностью перекрыть. Автобусы не могли развернуться и выехать с кладбища. С целью недопущения возможных заторовых ситуаций, а также в целях организации дорожного движения в местах, приближенных к захоронениям, были выделены дополнительные наряды отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по Ивановской области. И так, при возникновении сложных достаточно ситуаций на одном из кладбищ, к местам захоронений допускались автобусы, которые перевозили пассажиров, а также транспортные средства лиц с инвалидностью, с детьми и пожилых граждан. Многие считают, что на Пасху поминать усопших нельзя, поэтому Радоница – это всегда очереди, пробки и спешка. Мы решили спросить самих ивановцев, что они думают по этому поводу. Как говорят, в Пасху нельзя, что ли, приходить. А на Радоницу – вот, потому что Пасху 40 дней отмечается, и поминать усоп всех усопших. Неважно, это Пасха, на какой день. Но по традиции раньше, как бы, я помню, родители нас на Пасху поводили, собирали из прошлого, а так… Молода не надо? Нет, не надо, не на даты, не на цифры смотреть просто. Утром встал, душа позвала и пошел. То есть даже накануне нельзя знать, что будет завтра. Отец Макарий говорит просто. В православии ограничивать себя словами можно и нельзя неправильно. Поход на кладбище в Пасху не будет считаться грехом. Отец Макарий, расскажите, вот мне очень понравилась ваша мысль о том, что, ну вот, нельзя говорить нельзя. Кое-когда надо. Когда ребенок сует пальчики в 220 вольт розетку, надо не только сказать, немножко еще и добавить. А вот что касается, да, вот празднования Радоницына, посещения кладбища, особенно вот на Пасху. Очень много здесь таких, знаете, спорных моментов. Расскажите, как же все-таки правильно? Ну, они не спорные, они, будем говорить, это заблуждение. Объясняем немножко, задний ход дадим. В советские времена храмы были либо закрыты, бывали на полостной центре, был один храм, Белая Церковь, да, или даже когда они открыты, то люди и побаивались, и сомневались, и все такое. Понятное дело, противодействие религии. Но при всех делах кладбище все-таки не закрывается, и кладбище все-таки оставалось. В церкви панихиды не совершаются от страстной седмицы до радоницы. В противном случае для священника это будет нарушением уставного строя богослужения. Поэтому православным идти строго в день праздника на кладбище не обязательно. Как отмечает отец Макарий, многие приходят заранее, чтобы прибраться на могилах до празднования Радоницы. Каждый выбирает день, исходя из обстоятельств. Месяц приехал с границы, потому что я тут пока маленьких еще не был. Пока прихожу в себя, там тоже очень страшно, ну, как сказать так, постоянно в этом напряжении, день, ночь. Вот. Просто хочу передать нашим бойцам, что победа будет за нами, яку с нами Бог и святые ангелы. Ну, я ищу звонать, да. Пойду еще звонить, еще все они в колоколапе. Так что Христос воскресе! Денис Воробьев, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Вечуги с пятиэтажки спрыгнул мужчина. Инцидент произошел в понедельник вечером в 21-м доме на улице 50-летия октября. Вечужанин забрался на спутниковую тарелку, которая располагалась между четвертым и пятым этажами. Сидел на ней в течение длительного времени, а затем спрыгнул. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он жив, находится в больнице. Причина своего поступка не объясняет и на контакт не идет. Шизофрения – не самый частый вид психического расстройства, а перводепрессия может случиться в любом возрасте. Темы психического здоровья моя коллега Наталья Сергеева обсудила с героиней репортажа. Екатерина Серина – молодой специалист, но уже весьма востребована в своем деле. О том, как она дошла до психоневрологического диспансера и тонкостях ее профессии, смотрите прямо сейчас. Чувство тревоги, нарушение сна, наверное, даже уже панические атаки, не знаю, что делать. Хорошо, я вас поняла. Давайте поподробнее разберем каждую вашу жалобу, что конкретно беспокоит, когда это возникает, с чего это началось, может быть, какая-то была провоцирующаяся ситуация. Понедельник – первая половина дня. Амбулаторный прием ведет Екатерина Андреевна. Говорит, на своем участке может за смену принять до 20 человек. Чаще всего, конечно, это работа с постоянными, скажем, диспансерными пациентами, которые приходят к нам из месяца в месяц или реже, в зависимости от того, какое у них расстройство. То есть это наблюдение за ними, контроль там в динамике, корректировка лечения при необходимости направления в другие отделения нашего учреждения. Есть и работа с первичными пациентами. Например, проводят осмотры для групп инвалидности. Работают с невротическими жалобами. Иногда на беседу с пациентом может уходить до 40 минут. Это сейчас она – участковый врач-психиатр. В амбулаторную службу Богородского Екатерина пришла еще, обучаясь в ординатуре – стажером. Мне всегда было интересно, как работает человеческий мозг, какие бывают нарушения психики человека. И часто очень встречаются люди в жизни повседневности, то есть это не пациенты, у которых я наблюдаю какие-то такие моменты. И мне хочется все-таки внести свой вклад в дестигматизацию все-таки этой специальности, потому что это очень частая история, на самом деле, когда есть какие-то тревожные нарушения или депрессии. Но люди не обращаются к специалистам. Потом трудоустроилась в диспансер и как молодой специалист получила 300 тысяч рублей подъемных. Екатерина Андреевна пытается убедить, что не нужно бояться обратиться по ОМС к специалистам Богородского. На учет ставить просто так не будут. Большинство пациентов у нас консультативные. Это значит, что мы заводим на них карточки, как в любой поликлинике, и просто с ними работаем. Если пациент к нам не обращается или если он выздоровел, с наблюдением он снимается. Как рассуждает наша героиня, если вы чувствуете тревогу, у вас есть нарушения сна, панические атаки и общая неудовлетворенность с жизнью, стоит обратиться к специалисту. Правда, что сейчас в современном мире диагноз можно каждому поставить? Нет, неправда. То есть, конечно, есть люди, у которых нет никаких психических нарушений. И это частая история. Можно помочь человеку за один прием? Можно с первого раза подобрать ему лечение, которое ему подойдет. Он будет принимать его длительно, но это будет один прием. Психиатр лечит человека на биохимическом уровне. Разбираясь с головой, назначает медикаментозное лечение. Антидепрессанта. Кстати, первая депрессия, рассказывает Екатерина, может случиться в любом возрасте. Пандемия, коронавирус, а потом и специальная военная операция, отмечает молодой специалист, стали триггерами для развития различных психических расстройств у разных людей. Потому что вызвали чувство неопределенности и обеспокоенности. Мне было никогда такого, что, возможно, своего даже какого-то жизненного опыта еще не хватает для того, чтобы просто даже понять. Да, это касается социальных вопросов. Например, когда речь идет об оформлении пациентов в интернат, или когда пациенты, например, ну, бывает такое, что с какими тяжелыми нарушениями никому не нужны, тут мне, конечно, жизненного опыта не хватает. И до сих пор вопросы возникают. Ну, и хорошо, что есть к кому с ними обратиться. Коллеги молодому специалисту во всем помогают, а пациенты уважают. И все она успевает. Имеет еще частную практику, счастлива замужем, проводит свободное время с любимыми домашними животными. И несмотря на то, что Екатерина еще только на старте своей профессии, планы на будущее у нее уже есть. Обучиться на психотерапевта и расширить методы своей работы. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». А теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь, температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы в составе 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни показания термометров снова устремятся вверх. Временами возможны осадки. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры Viber и Telegram. Номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова